В Минске из Парижа доставлены произведения искусства лично в сопровождении посла Беларуси во Франции. Это уникальные предметы, связанные с жизнью Адама Мицкевича. Экспонаты 18 века застрахованы и осмотрены белорусскими реставраторами. И вскоре их можно будет увидеть. Инна Пелевич первой взглянула на коллекцию. В этой зале, где находился твор, его сняли со стены, потому что он достаточно высоко висел. И он, если лаком покрыт, то его очень сложно работать с ним. И практически поставили на мольберт. И я на мольберт поставил свое полотно и работал. Портрет Шимановской теперь постоянный экспонат дома Ваньковича и третья живописная копия в музее. Разом с полотном с Францией прибыли 23 предметы, связанные с биографией Адама Мицкевича. Парижский музей имя поэта передал памятные медали и оригинальные гравюры. А позже проиллюстровали три бестселлеры публициста. Панит Вардовска, Гражина, Конрад Валенрот. Перед вернисажем гравюры прошли прозруки реставратора. Каб не пошкодить гравюру подчас оформления, реставратор корыстается особливой техникой, паспарту. Маленок смещается у восьтаки конверт за кенцем и таким чином папера не мнется. А гэта гасветку гисторы реставратора глядала у пальчатках. Книга Мицкевича-славяне, хотя и разменяла сотню годов, дошла у нас у добрым стане. Тым не меньше, до экспонования ее допустят только после специальных лечебных процедур, папера пошкодженных рыбком. Для дальнейшего хранения тут, вероятно, нужна обработка химическая. Кроме того, ведь могут другие книги заразиться, которые рядом будут лежать, на полке или в шкафу. Сборник лекций, прочитанных Адамом Мицкевичем, с приватной коллекцией посла Беларуси у Франции. Павел Латушка персонально займался организацией проекта. Каштонные предметы прибыли на родину поэта ровно на год. Инна Пелевич, Алексей Праудиков и Юрий Тиханович. Агентство Толиновин.